Приветствую вас! На мой взгляд, ответ вам можно дать по вашей проблеме, исходя из того, чем обусловлено поведение дедочки и бабочки вообще. На мой взгляд, есть два вектора их поведения. И вот, исходя из этих двух векторов, или векторов, мы и будем рассматривать то, что вам можно будет делать, да? Значит, смотрите, по большому счёту, по большому счёту, ситуация, в которой вы оказались, да, не очень богата на поведение, на ваше поведение. Не очень богата она на какие-то решения. Это я вам вот честно говорю, чтобы вы сразу поняли. Значит, смотрите. Бабочка и дедушка могут делать то, что они делают для самих себя. То есть, они ведут себя так, просто потому что по-другому они жить не умеют. В таком случае вам вот правильнее всего будет в этой ситуации, ну, знаете, поступить так. Если они действуют, делают так, как, ну, вот, им нравится, то вы просто-напросто не обращаете внимание на них, да, и приспосабливайтесь к такой вот жизни. То есть, что это, что я имею в виду? Значит, основная проблема, как я понял, да, это проблема такая, что они не дают вам спать. Значит, если люди не дают вам спать, то вы можете либо воспользоваться средствами, да, например, научниками, записчиками, чтобы не слышать шум, либо греметь им так же, когда спят они. Понимаете? То есть, я понял, что вы добрый, я понял, что вы ко всем стараетесь отнестись с пониманием, но проблема заключается в том, что доброту не стоит, не нужно путать с... с смиренности, да, с смирением, вот. С другой стороны, с другой стороны, вы приехали к бабочке и дедочке, они при... ну, приютили вас, скажем так. И поскольку они хозяева квартиры, то они, в принципе, имеют право делать всё, что угодно. Вот. Здесь, я полагаю, вам необходимо с ними договариваться. То есть, договорное начало здесь было бы для вас очень хорошо. То есть, вы, значит, просто говорите, что вам нужно что-то одно, а им нужно, соответственно, что-то другое, вот. И попробовать с ними прийти к какому-то, ну, взаимовыгодному, так скажем, решению. Да? То есть, чтобы вы получили то, что нужно вам и то, что хочется вам. Вот. Потому что я уверен, что пожилым людям, ну, всегда что-то нужно, что-то у них... по-любому есть какие-то, ну, желания. По-любому есть какие-то препочтения, и по-любому что-то они сами сделать, ну, не могут, по-любому. Вот. Поэтому я полагаю, что было бы здорово, если бы вы вот обратили бы на это внимание, да, и постарались бы с ними договориться. Это если они живут для себя. Вот. А есть вариант попробовать как-то через юристов этот вопрос про... Мало ли, может быть, юрист вам что-то подскажет, потому что... если дедочка и бабочка нарушают нормы шума, например, ночью, то... соответственно, можно на них написать заявление, чтобы пришёл участковый и с ними поговорил. Да, решение радикальное, решение неприятное, но что поделать. Жить вам с ними пока что довольно долго, поэтому... Поэтому... Главное, вы сами понимаете, главное не сойти с ума в этой ситуации. Вот. Теперь. Если дедушка и бабушка делают это для того, чтобы привлечь к себе внимание. Да? То есть они делают прицеп к вам для того, чтобы повысить свою значимость. Ну... В своих глазах. В ваших глазах. Да? И так далее. Вот. В таком случае... В данном случае... Это немножко по-другому по-другому. Здесь вам нужно, напротив, показать им, что вы цените их, что вы уважаете их, что они вами для вас, и постараться им с одной стороны. Значит, ну тут, в зависимости от вашего желания, вы можете либо также игнорировать их. Да? То есть, ну... Просто игнор... Идёт. Либо вы будете их игнорировать. Либо... Либо... Вы... А... Напротив... А... Обращаетесь к ним... И... А... Спрашиваете у них совет. Нет, по какому-то одному выбранному вами направлению, то есть какое именно направление решать вам, смотреть вам, вот, но тем не менее, чтобы дедушка и бабушка почувствовали, что они, ну, как, значимы, что они ценны и так далее. Вот. Значит, здесь, конечно, многое очень зависит от того, насколько вы готовы к этому, то есть, ну, может быть, вы не готовы вообще к такому повороту сюжета. Вот. Тогда делать этого, конечно, не надо. Вот. Потому что здесь, если вы будете поступать не искренне, то вас очень быстро заметят, раскусят, и ситуация будет еще хуже. Вот. Значит, на что я обратил внимание, да, когда вы описывали свой вопрос, свою проблему? Значит, первое на что я обратил внимание, то, что вы сказали, так получилось, что, значит, три года я буду жить с дедушкой и бабочкой. Три года. А при том, да, при том, что эти люди вам, ну, не нравятся. При том-то вы называете их надоедливыми, вредными людьми. Такой вопрос, ну, как же так? Те люди, которые для вас надоедливые и вредные, именно они стали теми, кто может вас приучить, точнее, приютить, простите. Вот. При том, что вы, по вашим словам, много работаете, и не можете приобрести себе даже съемную квартиру. Человек, который много работает, и человек, который один, один, да, то есть у вас нет семьи, нет девушки, ну, по крайней мере, вы об этом ничего не написали. Вот. Всегда можно снять комнату, даже не квартиру, а комнату. Вот. Но вы и этого почему-то не сделали. То есть вы не рассматриваете идею снять комнату, не квартиру, а комнату, которая, в общем-то, ну, вряд ли уж такая дорогая, то есть ладно, квартира. Дорогая это ещё можно понять, но не комната. Вот. Понимаете? И отсюда возникают вопросы. Насколько вы ответственны за свою жизнь, что она подсылает вам вот такие вот эпизоды? Не стремитесь ли вы подсознательно к тому, чтобы страдать из-за этого? Не является ли ваша доброта проявлением данного поведения? Понимаете? Доброте нет ничего плохого. Но еще раз повторю, что доброта, мягкость не должны вредить человеку. Вам это вредит. Так же, я рекомендовал бы вам посмотреть на ситуацию под таким углом. Смотрите. Вы говорите, что я не могу сейчас приобрести съемное жилье. Вы, простите меня, я уверен, можете его приобрести. Да, вы не хотите, но вы можете. Значит, скорее всего, вы готовы платить определенную цену за то, к чему вы стремитесь. А стремитесь вы к чему-то другому. Ну вот. То, ради чего вы работаете. Я полагаю, про это тут можно сказать. И опять же, и опять же, возникает вопрос. Для чего вы работаете, если вы не обеспечиваете себя удобствами? Вы можете сказать, ну, я, например, работаю там, чтобы квартиру, да, там, купить сразу и так далее. Подумайте, вот над чем. А вы купите квартиру. Может быть. Но при этом у вас уже будет испорченное здоровье. Вы, может быть, хотите дом. Окей. Купите дом. Но при этом у вас уже будет испорченная психика. Понимаете? То есть, вот этот момент, момент цены, да, момент того, чем вы платите за то, что не готовы вкладываться в, ну, в свои, значит, в свою жизнь, в улучшение своей жизни, тоже, на мой взгляд, очень важен. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваши вопросы. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok